Полностью выполнив все поставленные задачи, вернулись домой тверские лётчики военно-транспортной авиации. Наши экипажи принимали участие в масштабных учениях Центр-2019, которые всю минувшую неделю проходили на целом ряде полигонов Южного Урала и Астраханской области. В стратегических командно-штабных учениях Центра-2019 были задействованы более 100 тысяч человек из 8 стран, в том числе Китая, Индии и Пакистана. Огромную роль сыграла военно-транспортная авиация. Она за тысячи километров переброзила подразделения ВДВ, танки, ракетные комплексы и артиллерию. Подводя итоги, командир Тверского 196-го полка отметил, что ещё не так давно ВТА и близко не могла выполнить такие задачи. Военно-транспортная авиация всем своим составом имела боевые возможности поднять одновременно парашютно-десантный батареон. Ну не более того. Это порядка 30 единиц боевой техники, около 500 человек личного состава. Вот такое у нас с вами было в то время состояние. Однако за последнее время была проведена огромная работа по ремонту парка самолётов и интенсивному обучению личного состава. Это позволило в ходе минувших манёвров провести десантирование целого полка ВДВ, более 200 единиц техники и около 2000 человек. Причём выборская крылатой пехоты прошла в два раза быстрее обычного. Обычное время 40-50 минут, проход боевого порядка военно-транспортной авиации, состав одного полка ВДВ с техникой и личным составом сократился примерно в два раза и составил в районе 20-19 минут. Итоги учения были подведены в Мигаловском доме офицеров. Там же состоялось и награждение наиболее отличившихся лётчиков, которые своей работой продемонстрировали то, что отечественная военно-транспортная авиация не только возвращает себе прежние позиции, но и выходит на новый уровень.